С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан прошла выставка под названием «Диктатура и демократия в эпоху крайностей. Взгляд на историю XX века». Мероприятие было приурочено 25-летию падения Берлинской стены. Вниманию посетителей было представлено 26 стендов, которые повествуют о важных этапах страны за прошедшие 100 лет. Каждый экспонат рассказал о событиях в Европе через историю борьбы между демократией и диктатурой. Данная экспозиция была показана по всему миру и уже успела побывать в Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Шимкенте. Германия и Казахстан имеют уже длинную общую историю по культуре, потому что, может быть, вы в курсе, что Абай уже переводил стихотворение Гёте на казахский. Это уже было в XIX веке. И сегодня у нас есть в Берлине улица название Абая. Первая мировая война, Великая Отечественная война, революция в Восточной Европе 1989 года. Около 200 фотографий дали зрителям возможность восстановить хронологическую цепочку прошедшего века. Организатором данного мероприятия выступил Институт современной истории, который проводит исследования современной германской истории со времён Первой мировой войны. Автор выставки — директор института, профессор Андреас Виршинг. Более двух месяцев репетиций и репертуар Столичного театра пополнился очередной постановкой. Премьеру посетила наша съёмочная группа. В столице состоялась самая ожидаемая премьера легендарной постановки Джузеппе Верди «Аида». Сегодня это произведение украшает репертуар многих оперных труп по всему миру. В день первого показа на сцене выступили приглашённые итальянские солисты. В постановке задействованы не только зарубежные артисты, но ещё около 400 человек. Среди них — солдаты президентской гвардии, 85 человек хора, наш оркестр. Стоит отметить, что данная постановка претендует на звание премьера года, ведь является самой масштабной и технически сложной. В «Аиде» представлено более 400 костюмов и 315 единиц техники. Одним словом, действия, происходящие на сцене, чаруют и завораживают. Это значимое историческое событие. Поэтому для нас огромная честь быть не только свидетелями этого действия, но и его участниками. В одной из главных партий выступил итальянский тенор Олтер Фракара. Артист является признанным оперным исполнителем во всём мире. В день премьеры за дирижёрским пультом была неподражаемая канатка Кэрри Линн Уилсон. В партии «Аиды» выступила Кристин Льюис. Исполнительница является обладателем награды «Оскары-оперы» от фонда «Арена Диверона». Я очень хочу поблагодарить Уильяма Грациози, всех своих коллег и маэстро Абзала Мухединова. Для меня большая честь работать вместе с вами в таком фантастическом проекте. Я получаю колоссальное удовольствие. Я восхищен тем, что у вашего оркестра и актёрской труппы есть огромный энтузиазм и желание учиться чему-то новому. Несмотря на то, что «Аида» — это мировой шедевр, который не каждому театру под силу. Ваши солисты и оркестр вкладывают в эту работу все свои силы. И получается хороший результат. Премьера оперы «Аида» прошла с колоссальным успехом. Ценители оперного искусства, приехавшие со всех городов Казахстана, получили истинное эстетическое наслаждение. В заключении выпуска афиши культурных событий Казахстана на завтра. Спектакль «Инь и янь» покажет труппа областного русского драматического театра в Кустанае. Государственный оркестр Камерата Казахстана представит вниманию публике новый проект Камерата и партнёры в Большом концертном зале Казахской национальной консерватории имени Курман-Газе. Трайбл-шоу пройдёт в Алма-Атинском хореографическом училище имени Селезнёва. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся.